Добрый день, Рустам! Спасибо вам большое, что вы нашли время с нами встретиться. Рустам Каблахов, баянист, преподаватель муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина. Рустам с рождения лишен возможности видеть. Тем не менее, он с отличием окончил музыкальное училище в Ростове, а затем и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Участник и победитель многочисленных российских и международных конкурсов удостоен стипендии президента Российской Федерации. Мы хотим знать все. Расскажите, пожалуйста, давайте с самого начала, когда вы начали заниматься музыкой? Добрый день. Музыкой я начал заниматься с 9 лет. Однозначно можно сказать то, что любовь к музыке, этот интерес, мне передался от мамы. Дело в том, что она с самого детства, вот у нее была мечта пойти в музыкальную школу. По ряду причин эта мечта не осуществилась. Ну, во-первых, росла она в селе, а там педагоги бывали достаточно редко. И в конечном итоге перестали ездить. Просто не было возможности. Не было возможности просто, да. Но желание ее не покидало. И в конечном итоге ей купили аккордион. Ух ты. И она сама стала на слух подбирать песни, мелодии. Получается, вы в музыке с самого раннего детства. То есть вы всегда слышали, как именно мама играет? Фактически, да. И как мама играет, и не только. Тут масса факторов, которые повлияли. Также повлияло то, что я очень сильно любил передачу «Играй гармонь». Я не пропускал буквально ни одного выпуска. Это все окружало меня просто. И поэтому вот так все сложилось. А когда, может быть, есть какой-то момент, когда вот именно вы поняли, что хотите связать свою жизнь с музыкой? То есть, да, вас окружало это с самого детства, но тем не менее, может быть, вы думали о каких-то других профессиях. Когда вот уже точно решили, что музыка, да, это мое, хочу связать с этим всю жизнь. Было в 9-летнем возрасте, когда тогда еще я даже забояд не думал, у нас аккордион был. Вот. Я помню, что я постоянно его таскал, какие-то звуки извлекал. Ну, интересно это было действительно. И мама взяла и говорит, ну, давай я тебе что-нибудь сыграю. И какой-то аккомпанемент сыграл от частушек. В частушке просто вот. И буквально через день я уже это играл на слух. Вот у меня двое сыновей. Любовь к музыке хотела я привить им обоим, но привила только одному. Рустам сам. Именно я услышала, как он интересуется, как он затихает, когда играет музыка. Может, это связано с тем, что вот особенности здоровья, что нет зрения. И он воспринимал и воспринимает эту жизнь только через звуки. И звук для него... Очень много значило. Очень много значило. И поэтому я обратила внимание, что когда играет музыка, он затихает. Он слушал мою игру, затихал. И вот далее мы начали как бы покупать ему музыкальные игрушки. И разные пианино, гитары, свирели какие-то. Ну, соответственно, он все ломал быстренько, это все выводил из строя. И дальше уже я положила ему свой музыкальный инструмент. На пол посадила его, ну, вот как на пианино. Сама села с другой стороны, я тянула мех, а он играл. А, на клавиши. И это его очень затянуло. Затянуло. А почему у вас вот именно баян? Как так сложилось? Сложились обстоятельства, что вы пришли именно к этому музыкальному инструменту? Ведь дело в том, что баян, аккордеон, разные виды гармоник, это все родственные инструменты. То есть у них принципы игры, звукоизвлечения, они одинаковые. Я хорошо помню тот день, когда я впервые услышал звуки этого инструмента. Было это в семилетнем возрасте. Я как раз пошел в школу, в первый класс. А там был такой предмет хор, преподавали. Старшие классы пели. Я прислушался к этим звукам. Я тогда не знал, что это баян даже как-то называется. А, то есть просто услышали имя звучания? Этот звук. Я услышал этот звук. И вот меня действительно настолько это поразило, очаровал. Этот звук такой чистый, такой благородный. Я с того момента уже начал задумываться, что все-таки буду я заниматься. Что мое и хочу на этом. И хочу именно на этом инструменте. Мой любимый инструмент это фортепиано. Фортепиано. Это фортепиано у меня с детства, я не знаю, что, наверное, до сих пор внутри меня сидит. Вот эта маленькая девочка, которая очень хотела играть на фортепиано. Мечта эта до сих пор во мне сидит. Может, вы ее реализуете вместе с Рустамом? Может, я ее и реализую на самом деле. И вот самый любимый мой инструмент это фортепиано. И надеюсь, что я смогу когда-то. Сможете, конечно. Нам Рустам сказал, что у вас на семейных торжествах играют три брата, и он играет. И вы можете к ним присоединиться. Рустам мне говорит, мама, может, когда-нибудь сделаем номер на двоих. В любом случае, ты же, говорит, играла на аккордеоне, ты, говорит, сможешь. Я говорю, но это, конечно, не сейчас. Когда я выбрал баян, и вот моим первым педагогом стал Виктор Тимофеевич Серженко. Он был, кстати, тоже незрячий, совсем не видел. Он преподавал какие-то азы игры на инструменте. Решили отдать меня в музыкальную школу, потому что нужно было дальше продолжать. И вот там действительно началось, это уже 13 лет мне было, и там уже начался мой такой путь, действительно, развитие, становление. Мы стали ездить по конкурсам. Я многое для себя открыл. Обстоятельства так сложились, что судьба меня занесла в город Ростов-на-Дону. Там впервые в России, в городе Ростов-на-Дону, проходил такой серьезный крупный международный конкурс. Там мне посчастливилось принять участие в одном из концертов. И вот как раз-таки там произошло мое первое знакомство с Вячеславом Анатольевичем Семеновым. У меня тогда действительно была масса впечатлений. Плюс к тому же я играл тогда его сочинение «Фантазию памяти». Василия Шукшина, «Калина Красная». Затем в 2017 году уже снова проходил на Ростове конкурс. Куда вновь приезжает Вячеслав Анатольевич Семенов, председателем жюри. То есть у вас прям сводила судьба. Каким-то образом, да. Он приезжает председателем жюри. Узнаю я об этом за неделю. И я прям вдохновился. У меня какой-то прям внутренний такой порыв такой. И я буду участвовать. Я хочу, я буду. А то есть за неделю до конкурса вы решили принять участие? Я решил принять участие. Я участвовал. И буквально через месяц я узнаю о том, что Вячеслав Анатольевич хочет меня брать к себе в класс. Для меня это было действительно приятно. Но при этом я и понимал, что это большая ответственность. Это такая действительно высокая планка, которую нужно держать. Академию я закончил буквально в этом году. Улучшение позади. И теперь для меня какой-то новый этап настал. А как вы его себе видите? Новый этап. Что хотите в этом новом этапе? Конечно же заниматься концертным исполнительством. То есть играть программы разноплановые. Но также хочется в будущем какой-то постоянной практики с оркестром. Да, конечно, ввиду моего недуга то, что я не вижу. То есть сидеть внутри оркестра я не смогу в составе. Потому что нужно видеть дирижера, его руку и так далее. Но в качестве солиста опыт был. И причем опыт не один раз. Ведь это все обогащает все, что мы не пробуем. То есть не зацикливаться, но в чем-то одном. Играть только какой-то оригинальный репертуар для баяна. Играть там, приложение. Пробовать что-то новое. Пробовать что-то новое. Я благодаря работе отчасти стал пробовать себя как концертмейстер. То есть писать аккомпанементы, чтобы сотрудничать с вокалистами. Когда он точно решил, что он пойдет учиться в Ростовский колледж искусств. Вот тогда я предложила, подумай, говорю, хорошо, музыка это очень невысокооплачиваемая работа. А ты мужчина, говорю, тебе будет своя семья. Ты должен как глава семьи обеспечить свою семью. И подумай, говорю, я предложила ему массажистом. Массажный колледж был у нас в Кисловодске. Может, говорю, в массаж. И вот эту картину я не забуду. Он вот так протянул свои руки вперед. Какой, говорит, массаж? Я не смогу, говорит, этими руками делать массаж. Я, говорит, в музыке. И, ну, ответил отказом. Он этим живет. Для него музыка – это вот свет на самом деле. И, конечно, без поддержки, без этого. Если твой ребенок занимается музыкой, надо его обеспечить музыкальными инструментами. Надо, вот мы уехали в Ростов, мы поступили, и все, мы поехали. Нам негде было жить. Мы не знали. Мы просто, вот он поступил, и мы уехали. На первом курсе колледжа я опять ему предложила… Альтернативу. Да, потому что очень тяжело. Первый год дался ему в колледже не в плане музыки, что он, наоборот, именно по своей специальности, он очень хорошо все и успевал, и был всегда в передовых студентах. Но именно вот это общение со сверстниками, вот какие-то бытовые эти… Ну, большее общение. И вот опять ему предложила, может, говорю, хотя бы в специализированный колледж, где все такие, говорю, как ты, тоже отказ нет. Я приехал учиться музыке, именно по учебе у меня, говорит, все очень хорошо получается, говорит. А из-за каких-то, говорит, проблем бытовых, из-за какого-то общения там со сверстниками или что-то, я, говорит, не сверну с этого пути. Будет время, говорит, все поймут меня, говорит, и все будут общаться со мной, что на самом деле… Так и было. Начинаем торжественную церемонию вручения наград лучшим студентам и учащимся. Приглашаем на сцену студента третьего курса специалитетов факультета народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Рустама Каблакова. Чем больше всего гордитесь? Каким своим достижением? Скажу так, что, да, действительно было много конкурсов, побед на конкурсах. И там звание стипендиата, звание лучший студент, показы по телевидению и так далее. Но это все, я так скажу, что временно, это все как мгновение. Тут один день, условно говоря, ты стал лауреатом конкурса сегодня, все порадуются, про тебя дальше забудут, то есть дальше занимайся и доказывай снова, что ты стоишь чего-то, да. Для меня самое мое на сегодняшний день такое достижение – это то, что я смог учиться в обычных учебных заведениях. То есть был вариант поступить в специализированный, а не есть, в Курский колледж специализированный. Вот, и здесь же в Москве есть специализированная академия искусств. Но меня как-то всегда тянуло учиться наравне со всеми, то есть слышать других, тех, кто, может быть, на голову, надве выше меня, как они играют, и подтягивать свой уровень исполнительский и так далее, общаться, то есть такое общение на равных. Вот, да, естественно, было тяжело первое время, особенно в колледже. Вот, потом все как-то постепенно стало налаживаться. В академии именно с общением, конечно, было проще. Я хочу сказать то, что мое достижение, то, что я поступил в этот прославленный вуз, закончил его наравне со всеми, попал к тому педагогу, то есть к которому я хотел. То есть у меня это такая, я сказал, была мечта. Какая мелодия или там композиция вам больше всего нравится в исполнении Рустама? В исполнении Рустама мне... Есть что-нибудь такое любимое? Да, есть Астар Пиццола, Аблилион, Абвиния. Это очень мне нравится, когда он играет эту мелодию. Она, правда, ну, чуть грустненькая. Впервые я услышала это произведение в Санкт-Петербурге, в консерватории, студентка консерватории играла. И вот столько времени я у него просила, мы приехали, Рустам, говорю, выучи вот это, поиграй. И не знаю, не знала, почему, вот в недавнем времени он мне сказал, почему он не играл это произведение. Я постоянно включала это произведение и плакала. Ну, вот какое-то произведение, которое вот я начинала слушать, и у меня текли слезы. Эмоции, да, такие слезы. И из-за этого он не хотел. Я, говорит, не хотела учить это произведение, потому что... Чтобы таких, да, не было. ...по это произведение всегда плакала. И сейчас он, конечно, выучил, я с удовольствием слушаю и уже не плачу. Не надо плакать. Нет. Нет. А какая музыка вам вообще нравится самому? То есть даже если сейчас отбросить какие-то классические исполнения, вы что-то из современного любите. Можно сказать так, что я меломан. То есть я люблю практически все, музыку, во всех ее проявлениях. Классическую музыку очень много я слушаю. Фортепиано, скрипичную. Если это в кругу семьи и для родственников, это в основном, как правило, национальная музыка кавказская. Красота. Это очень красиво. Потому что, да, у нас даже такое трио, когда мы дома, я на гармонике кавказской играю, я же еще помимо паянок. Один брат, он танцор, ну и параллельно, он на барабане кавказском играет. И третий брат, он поет. То есть у вас группа, получается, образовалась на все семейные торжества? Нельзя называть. Это образовалось, причем это выяснилось, что у нас есть эта склонность сотрудничать, но вместе что-то делать на дне рождения у моего папы. Ну так замечательно. Это было лет 12 назад, было на его юбилее. Мы желаем вам, конечно же, больших-больших успехов. Вы уже действительно очень много всего добились. Я уже это повторяла в какой раз, но это на самом деле так. Многое предстоит еще. Да, еще многое, конечно, у вас все только впереди. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.